Больше триллиона рублей прошло через онлайн-кассы на территории региона. Такими сведениями поделились в налоговой службе. Проект о применении контрольно-кассовой техники был запущен почти пять лет назад. С июля 2019 года все расчеты при продаже и оказании услуг с обычными людьми должны проводиться через онлайн-кассы. Однако пандемия внесла свои коррективы. Бизнесменов и организации не проверяли. Вот количество нарушений и увеличилось. Только с 1 января 2021 года удалось эти проверки возобновить. Теперь сотрудникам налоговой службы предстоит найти тех, кто не фиксирует свою выручку через контрольно-кассовую технику. И это не единственный проект. Федеральная налоговая служба приступила к реализации двух масштабных проектов. Один из проектов направлен на обеление среды общественного питания. Поскольку здесь действительно в связи с тем, что были запреты на применение онлайн-касс, наблюдалось в ходе мониторинга неприменение контрольно-кассовой техники. Это будет способствовать обелению бизнеса на территории, в том числе нашего региона. И в дальнейшем, соответственно, приведет к равноценной конкуренции в этой среде. Федеральная налоговая служба обновила свое мобильное приложение по проверке чеков. Теперь можно не только сканировать чеки и получать кэшбэк бонусными баллами на счет, но и подавать два вида жалоб. Если предприниматель и организация контрольно-кассовую технику не использует, то предусмотрены штрафы. На должностных лиц от 1,4 до 1,2 размера суммы расчета, но не меньше 10 тысяч рублей. Для организаций от 3,4 до 1 размера суммы расчета, но не меньше 30 тысяч рублей. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания, город.